Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хотела бы рассказать вам о своих главных бьюти ошибках, которые мне удалось исправить. Вы, пожалуйста, поделитесь своими и давайте не будем повторять ее в 2023 году, а станем лучшей версией себя. Я уверена, что вам понравится, вы узнаете что-то новое. Поехали! Первое это регулярность и систематичность ухода. В наше время, когда буквально на каждом углу есть какие-то бьюти рекомендации, мы все скупаем кучу баночек и в итоге всем этим не пользуемся. Конечно, с годами я приучила себя не пропускать все шаги в уходе за лицом, но я постоянно забывала наносить крем для рук, крем для ног, и я вечно не помнила, я воспользовалась какой-то маской для лица на этой неделе или нет. Что можно сделать? Во-первых, вы можете взять лист бумаги или любой блокнот, расчертить все по дням, неделе, расписать, какими средствами вы планируете пользоваться и каждый день отмечать до тех пор, пока это не войдет в привычку. Если вам лень, но вы готовы потратить свое время или даже деньги, в сети можно найти такой бьюти планер абсолютно бесплатно, вы можете это распечатать и существуют еще и бьюти блокноты, где уже все сделано за вас, вам придется только отмечать. И благодаря регулярному уходу результат не заставит себя ждать. Следующий пункт, который даже можно сказать, вытекает из предыдущего, это использование сразу всех активных компонентов. У меня довольно взрослая аудитория, которая уже интересуется кислотами, ретинолом, витамином С и тем, что действительно может повлиять на состояние нашей кожи и улучшить ее качество. Если у вас нет времени, желания, возможности во всем этом разбираться, существуют определенные правила, которые не допускают сочетания активных компонентов в косметике. Не поленитесь, почитайте, что же есть в вашем креме, в вашей сыворотке, в вашем умывании и постарайтесь составить свою бьюти рутину таким образом, чтобы те ингредиенты, которые не должны сочетаться и пересекаться, развести хотя бы на утро-вечер, а лучше даже по дням. И также, если вы никогда не пользовались активными компонентами, которые я только что упоминала, не вводите все лучшее сразу, потому что вы можете себе только навредить. Если вы совершенно ничего в этом не понимаете, можно обратиться к специалисту, который поможет вам составить вашу бьюти рутину. Да, это будет стоить каких-то денег, но вы не потратитесь на миллион разных баночек. А если вы готовы и хотите самостоятельно погрузиться в мир красоты и ухода, и хотели бы научиться сами во всем этом разбираться, в интернете есть огромное количество бесплатной информации от докторов, бьюти-экспертов и косметологов. Поэтому изучайте, главное хотеть. У меня с моим лицом были разные периоды и чистая кожа, и капризная, и несколько высыпаний, и сразу много одновременно. И когда что-то было не так, я брала тональный крем поплотнее. В итоге, конечно же, я пользовалась чем-то, чтобы это все вылечить и подсушить на сухую кожу, да нанести плотный тон. Это была катастрофа. Поэтому, если вы хотите что-то замаскировать, что-то скрыть, не стоит скрывать все ваше лицо, потому что это все равно будет смотреться плохо. Наносим свой привычный тональный крем. Лучше даже выбрать какой-то со средней или с легкой плотностью покрытия. И только на проблемные участки, если они не активные, а заживающие или постакне осталось, добавляем корректор. И перекрываем, маскируем только эту зону. Эту, эту или эту, где у вас что-то у меня просто как-то чаще именно на этой стороне лица. И таким образом и вам будет комфортнее в течение дня. И вы не будете дополнительно перегружать свое лицо и пересушивать его. И в целом это выглядит всегда свежее и более красиво. И такой подпункт, если у вас есть активное воспаление, прыщ, который видно за километр, у меня такой бывает, никакой корректор вам не поможет. Во-первых, вы можете занести туда какие-то бактерии. Я не знаю корректоров, которые способны заживить воспаление. И вам будет видно этот прыщ, даже под таким слоем корректора и всем остальным. Что сделать? Наносим, если мы красимся, косметику на все участки, помимо прыща. И туда приклеиваем патч. Да, его будет немножко заметно. Но не так сильно, как сам прыщ. И как штукатурку в виде слоя корректора. При этом всем такие патчи, зачастую они корейские, мне очень нравится сомбайми, вы наверняка об этом знаете. Еще и подлечивают все возможные воспаления. Как-то помогают успокоить, если мы что-то надавили там, когда что-то возревает, то как будто вытягивает все изнутри. Так что не штукатурим, а лечим в первую очередь. В 2023 году, возможно, стыдно, но никогда не поздно признаться себе в том, что мы все нерегулярно пользуемся SPF для лица и для тела. Последние годы могу себя похвалить, но раньше наступает лето, я не загорелая. А если еду на море и не загорю до состояния курицы гриль, это вообще как? Никто же не увидит, что я была на морях. Так, слушайте, если у вас светлая кожа, светлые глаза, светлые волосы, мы вообще не способны загореть точно так же, как брюнетки с темными волосами, с темными глазами и со смуглой кожей. Это раз. Во-вторых, даже с SPF мы загораем. Если у вас нет склонности к пигментации, уже нет каких-то застойных пятен, это не значит, что в дальнейшем они не появятся. Если вас не переубедило все вышесказанное и вас даже устраивает то, что кожа, которая выставляется на солнце, быстрее состарится, то, возможно, вы просто устали загорать как рак. Если я не использую SPF на тело и на лицо, я даже ярче, чем мой свитер. У меня вообще как бы нет вариантов отмазаться. Я использую SPF на лицо также в холодное время года, зачастую это SPF 50 или как минимум 30. И девочки, помните, пожалуйста, о том, что SPF нужно наносить в достаточном количестве и обновлять в течение дня. Если вы краситесь, если вы не хотите носить с собой банку крема, то существуют современные средства в виде спрея от того же La Roche-Posay. Я видела, что у бренда Pixi вышел, у La Roche-Posay, между прочим, очень классные. Они еще убирают излишний блеск и работают немножечко как пудра. Совершенно неощутимы, не нарушают макияж. И есть корейские пудры с SPF, рассыпчатые, разные, прессованные. И SPF обновляем в течение дня, а ваша кожа обязательно в будущем скажет вам спасибо. Бытует мнение, что женская энергия хранится в длинных волосах. Совершенно не согласна. Достаточно посмотреть на некоторых девушек с супер короткими стрижками Pixi. От них так и прет. Женская энергетика и сексуальность, и это выглядит супер красиво и стильно. Выбирайте стрижку, которая подходит вам. Но я хотела бы вам сказать, что самое красивое это здоровые волосы. И не важно, какая у нее длина. Я не понимаю тех, кто сохраняет, извините за выражение, длинную, испорченную паклю только ради длины. Если у вас пересушенные волосы, испорченные какими-то плойками, или вам их сожгли во время окраски. Ну, зачем? Просто зачем? Я сейчас регулярно срезаю длину, но и до этого я убрала ее только потому, что мне так хотелось. И я не чувствую себя менее женственной, с более короткими волосами. Главное, со здоровыми. Кто из вас помнит те времена? Если вы так делаете, то перестаньте. Когда мы наносили консилер вот таким треугольником, зачастую он еще и был плотным, и на несколько оттенков светлее основы. Заштриховывали все это дело, убивали кисточкой или спонжем и еще и запудривали. Если во время видеосъемки это выглядело окей, то поверьте мне, в жизни нет, нет и еще раз нет. Это никогда не было красиво. Это какое-то веяние моды, что ли. И сейчас можно скорректировать любые цветовые нюансы при помощи правильного современного нанесения консилера во внутренний и внешний уголок глаза. Какой бы синяк у вас там не был, просто подберите правильный оттенок. Возможно, вам подойдет с желтинкой, с персиковинкой, кому-то более холодной, кому-то более теплой. Я предпочитаю с небольшим теплым подтоном и не сильно светлее, чем тональная основа. Ни в коем случае. Ну, на полтона окей, но сильно светлее только старит нас. И вот такое количество консилера в том числе. Больше не значит лучше. Наносим в уголок глаза, так как я сказала, два пункта. Распределяем, растушевываем спонжем, пальчиком или кистью на остальные участки под глазами. И этого будет достаточно. Немножко пудры и все. Это всегда освежит ваш взгляд. Зачастую синева проступает именно во внутреннем, извините, уголке глаза. У меня здесь краснота, потому что я аллергик. И часто то слеза проступает, то я что-то там потешу, потру. И вот таким образом я корректирую свои, на самом деле, достаточно заметные синяки под глазами. Все вы знаете, что это такое. Конечно же, гидрогелевые патчи под глаза. Ох и бум на них был ведь, правда? И многие утверждали тогда, что они увлажняют, питают, освежают, разглаживают кожу под глазами. Сейчас я вернулась к ним. Спустя какое-то время все мы меняемся. Наши предпочтения в уходе также. Я могу сказать, что такие патчи способны убрать припухлость под глазами. Особенно, если ты спал как-то неудачно, и твое лицо примялось, и где-то, знаете, заломы от подушки приклеиваешь, это все уходит спустя 15 минут. Такого количества времени мне достаточно для того, чтобы патч поработал, но никогда не передерживайте их. То есть впиталась жидкость от патчи, и все, снимаем их. Иначе они вообще все пересушат и станет только хуже. И я сейчас не согласна с тем, что они питают и увлажняют. Нет, это как кондиционер для области под глазами. Но я не согласна с тем, что они увлажняют и питают. Это несравнимо с хорошим кремом под глаза. Это скорее, знаете, эффект такой моментальный. Опа! Чтобы все разгладилось, чтобы область под глазами стала более свежей, отдохнувшей, и ушли какие-то припухлости. Действительно есть разница, но рассчитывать на то, что ты приклеишь патч, и у тебя будет сразу все в одном, нет. Для того, чтобы они супер классно сработали, лучше под них нанести ваш крем, приклеить патч, и тогда будет все и сразу. Пару лет тому назад я изменила технику макияжа своих глаз и бровей. Мне кажется, что с тех пор образ в целом стал более удачным. И дело даже не в том, что я крашу глаза и правой, и левой рукой, мне просто-напросто так удобнее, и я больше контролирую процесс. Пока вы мне не сказали о том, что я крашу левый глаз левой рукой, и левую часть моего лица левой рукой, я вообще не обращала на это внимания. Но это не столь важно. Смотрите, когда мы наносим тени, очень часто смотрим в зеркало и тушуем вот так, да, тем самым опуская уголки глаз вниз. Это делает взгляд более грустным и также с возрастом еще больше старит. С годами внешний уголок глаза опускается, а если мы будем продолжать так краситься, то еще больше визуально себя состарим, соответственно. Когда я крашусь, я всегда держу кисть таким образом и во внешнем уголке направляю тушевку вверх. И у меня глаз не убегает вниз. Еще раз. Это, возможно, не настолько заметно, но обратите на это внимание, когда выкрастьте себя. Куда вы направляете вашу тушевку? Всегда кверху. Это дает лифтинг эффект и визуально делает взгляд таким более открытым и радостным, что ли. Вот попробуйте сделать так. И даже когда наносите румяна, бронзер, все вверх. Это такие тонкости, которые, маленькие тонкости, которые делают большую работу. С бровями. Раньше я делала брови более длинными и сильнее опускала окончание брови. То есть вот этот кончик, он был, заканчивался где-то здесь и шел вниз. Это тоже делает глазки грустными. Попробуйте укладывать брови вверх и не опускать уголок. Вот такие восходящие линии всегда вытягивают лицо и не делают его старше, чем оно есть. А если вы дама в возрасте, я знаю, что у меня таких достаточно на канале, то вот посмотрите, насколько свежее и моложе вы будете выглядеть, направляя ваш макияж вверх, а не вниз. И поверьте мне, это так круто работает. Я научила свою маму укладывать брови вверх, а не тянуть вниз и также красить глаза. И сейчас она еще более цветущая и красивая. Следующее, что сказывается на нашем внутреннем состоянии и внешнем виде, это правильный здоровый сон. У каждого из нас свой график жизни. Также каждому из нас достаточно разного количества времени для того, чтобы отдохнуть и восстановиться. Кто-то сова, кто-то жаворонок, но я заметила огромную разницу, когда я приучила себя ложиться спать до 12 часов ночи и просыпаться до 7 часов утра. Я как будто стала более качественно высыпаться и сейчас неважно, что бы происходило, я стараюсь уложить свой организм до 12 часов ночи. Если мне дать волю, то я буду сидеть до 2 часов. Утром я, конечно же, отсыпалась бы и в детстве я была страшной соней. Для того, чтобы приучить себя засыпать раньше, я буквально отдирала себя от постели, даже тогда, когда мне не нужно было вставать. Сейчас ситуация изменилась, дети утром рано ходят в школу, их нужно накормить, их нужно отвезти, нужно выгулять собаку. Поэтому опции поспать с утра у меня, в принципе, как бы нет. И я старалась через силу просыпаться рано утром, а к вечеру я уже сама чувствовала, что моя батарейка села и я без проблем отключалась до 12. И сейчас для того, чтобы нормально погрузиться в спокойный сон, после 10 вечера я не читаю новости. Также я стараюсь, не говорю, что я совсем этого не делаю, бывают исключения, но я стараюсь не заходить в соцсети и на ночь я обязательно включаю режим не беспокоить. Таким образом, я не слышу вибрацию, когда приходят все рабочие письма, смс-ки, ватсап, телеграм и так далее. Я проснусь и обязательно все прочитаю. А если кому-то очень сильно надо дозвониться, то он все равно это сделает. Еще поделюсь с вами таким подпунктом. Когда у меня были маленькие дети, особенно первый ребенок был очень неспокойным, он не спал ни днем, ни без меня он вечером не мог заснуть. Слушайте, что бы ни происходило в моей жизни, если я хотела спать вечером, я спала. И я ложилась в 9-10 часов вечера, потому что я 100 раз за ночь вставала его кормить. И даже если был не помытый пол, не помытая посуда, гори она пропадом. Если я не высплюсь, то у меня не будет сил это сделать на следующий день и не будет сил заниматься ребенком с собой. Я еще и снимала видео точно так же, как сейчас, наверное, даже чаще. Поэтому я предпочитала выспаться, потому что мне хотелось оставаться здоровой и чтобы у меня хватало сил на жизнь. А жизнь это не тарелки, не посуда и все остальное, что связано с бытом. Поэтому, если у вас маленький ребенок, ложитесь спать вместе с ним пораньше. Очередной пункт это зубы. Не зря говорят, волосы не зубы отрастут, и чем старше я становлюсь, тем больше я ценю то, что мне дано. Конечно, всегда можно поставить импланты, но это не так просто и дешево, поэтому лучше беречь то, что тебе дала природа. И сейчас, как ученаж. Наверное, это тоже связано с тем, что я таки поставила себе две коронки, я вынуждена была это сделать. Влетела в такую копейку, понимая, что очередной шаг это только имплант. У меня был довольно сложный случай и была даже мини-операция. В общем, на страх и риск все ставили. У супер хороших специалистов надеюсь, что мои зубы продержатся. И сейчас мои мастхевы это ультразвуковая щетка, ирригатор и обязательно зубная нить. Без зубной нити я никогда никуда не езжу и не хожу. И как только я что-то съела или чувствую, что что-то мне мешает, тут же дайте мне, пожалуйста, зубную нить. На самом деле, мало кто пользуется флоссами и очень зря, потому что остатки пищи, которые остаются где-то между зубами, могут не ощущаться, могут не быть заметны нам, но могут наделать нам больших проблем. Поэтому берегите то, что у нас уже есть, потому что остальное только за наши деньги. Ошибка, которую я повторяла неоднократно и уверена, что кто-то из вас узнает себя, это, назовем так, не давать своей коже время на восстановление. Когда ты каждый день используешь кислоты или ретинол, ты думаешь, почему это я такая красная, а почему это меня снова обсыпало, а почему у меня снова облезла кожа. Обязательно делайте перерывы, если видите, что появляется что-то из вышеперечисленного. И вообще, кожный барьер кожи нужно сохранять. Его нельзя постоянно травмировать, так как постоянно, знаете, сдирать, сдирать, сдирать и не давать коже заживляться. На такие периоды выбираем все самое нежное, что-то, что поработает с защитным барьером кожи и желательно без отдушек. Именно поэтому каждый день я не использую что-то агрессивное, а делаю такие дни отдыха для своего лица, шеи и декольте. И тогда обычный тоник, обычный нейтральный крем для лица под глаза и спать о днем SPF и вперед по делам. Ошибка, которую я чуть не совершила, но была довольно близка к этому. Возможно, кого-то из вас это заставит задуматься и убережет от неправильного шага. Сейчас эстетическая медицина стала доступной для многих из нас, очень популярные, много мастеров, разные цены. Кто-то вообще работает на дому, я считаю, что это недопустимо. Многие прибегают к разным уколам красоты, никого не осуждают, девочки. Ваше тело, ваше дело, и я попробовала несколько. Очень сложно предвидеть результат. Все мы разные, анатомия лица разная. Специалисты, опять же, отличаются друг от друга, точно так же их техника. И даже врать. Настаиваю на том, что если уж вы будете что-то колоть, пусть это будет специалист с медицинским образованием, который подколол губы, скажем, вашей подруге. У нее все супер красиво, а у вас что-то пошло не так, потому что вы, это не ваша подруга. И в нашем обществе принято так же давать непрошенные советы. А тебе было бы хорошо стать брюнеткой, а тебе не мешало бы уменьшить нос, а тебе классно было бы подколоть губы. И я тоже поддалась этому влиянию. Мне часто говорили, у тебя асимметрия губ и еще чего-то там, и вообще тебе не мешало бы их подколоть. И где-то на подкорке у тебя откладывается, это все делают. И мне тут настоятельно советуют, как бы я ни просила, но тебя буквально заставляют, ты кривая косая, иди это исправь. Я пошла к врачу. Это было лет пять тому назад, наверное, мне сказали, я пришла с накрашенными губами, мне сказали, что вы вообще хотите? Говорю, у меня асимметрия, сейчас смою покажу. И врач говорит, я не буду вам этого делать, пока вы можете докрасить себе это карандашом. Не надо, давайте сделаем что-то другое, но не трогайте губы. Я видела очень много девочек, у кого сделано так красиво, и я думаю, ну блин, жизнь одна, это гиалуронка, которая растворится, там она уйдет, кстати, до конца никогда не уходит, но ее можно растворить гиалуронидазой, да, или как она там называется. Ну в общем, меня отговорили от этой идеи, и то, что вот отпечаталось у меня в моей голове, светлой, пока ты можешь дорисовать, делай это. Если вы не можете найти специалиста, если вы не уверены, если вам не сильно и хочется, но вам подруга это навязала, или делают все вокруг, а почему я такой динозавр? Не только вы динозавры, я тоже динозавр, я губы не колола. Если вам хорошо с карандашом, и вас все устраивает, зачем, девочки? Я не говорю, что я никогда в жизни этого не сделаю, но пока меня устраивает карандаш. Подберите себе карандаш, при помощи которого вы скорректируете асимметрию, и будет вам счастье. И пока вам лично с этим нормально, у вас все прекрасно. А если вам сильно хочется что-то подколоть, натянуть, отрезать, сделайте это для себя, а не потому, что кто-то вас видит другой. И последнее, что должно было быть первым, но давайте договоримся так, у нас не будет более важных и менее важных пунктов этого видео. Чекап здоровья регулярный. Не бежать к врачу тогда, когда что-то прищемило и заболело, тогда уже может быть слишком поздно, поэтому лучше проверить и удостовериться, что с вами все в порядке. Я регулярно посещаю гинеколога и делаю УЗИ груди. И каждый год мой доктор рассказывает мне об исследованиях в этой области. Речь идет о раке молочной железы. И, к сожалению, это один из самых распространенных видов онкологии, самых исследованных, но еще и молодящихся. То есть все чаще он атакует молодых женщин и девушек. Я не знаю, как в вашей стране, но мой доктор рекомендует делать мне миммографию. С 35-го года жизни. То есть в этом году я пойду к нему, посмотрим, достаточно будет УЗИ, или все-таки пойду сделать полное обследование. Девочки, берегите ваше здоровье. Не важно, в каком вы возрасте. Если вы ранее этого не делали, пойдите, сдайте какой-то стандартный набор анализа крови, посетите гинеколога. Вы сами себя за это поблагодарите. И не дай бог что, лучше выявить это в самом начале. И особенно если в вашей семье по женской линии были случаи заболевания раком молочной железы, то будьте бдительны. Здоровье — это наше всё. Его не одолжишь, не купишь и не накрасишь. И мне хотелось бы, чтобы современные девушки и по-настоящему осознанные, многие сейчас как-то испортили это слово и придали ему негативный окрас, ну пусть оно будет в этом предложении, чтобы современные, осознанные девушки следили за своим здоровьем. Это то, что я хотела бы услышать пару лет тому назад. На этом у меня всё. Я надеюсь, вам сегодня было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И мы с вами встречаемся совсем скоро. Пока-пока!